Аристократ на полях сражений Apex Legends Настоящий гигачат, пиксельное пионерское приключение и культовая мафия Ну и по традиции начинаем мы наш выпуск с блока новостей из мира видеоигр Героический шутер Apex Legends 9 мая получит новый сезон Arsenal Разработчики показали динамичный красочный трейлер, в котором появился Баллистик, герой предыдущего ролика Респаун В трейлере рассказывают о том, как живая легенда Баллистик, воин из прошлого взялся за старое Без страха врывается на поле битвы и ловка, даже возможно излишне ловка для своего почтенного возраста А ему уже, между прочим, 63 года Уворачивается от вражеских выстрелов Он хочет доказать всем и в первую очередь самому себе, что у него еще есть порох в пороховницах Ну и помимо эксцентричного джентльмена в белом пальто, в сезоне Arsenal появится большое количество геймплейных новинок Обновят карту Край Света, добавят новые испытания с наградами, улучшат и значительно расширят стрельбище А также внесут правки в рейтинговый режим В боевом пропуске уже по традиции будут облики, раскраски и многое другое А вчера в игре началось коллекционное событие Вуаль с 20 учителями легендарными обликами Стоит отметить, что Apex Legends продолжает занимать высокие позиции в чарте Steam А разработчики открыли третью студию и хотят, чтобы их игра оставалась актуальной как минимум 20 лет Ну говоря о более обозримом будущем, 1 мая стоит ожидать видео с игровым процессом 17 сезона Сбир врывается на гоночный трек в сфере высоких технологий А отечественная компания объявила о выпуске собственной версии мультимодальной нейросети На первом этапе она доступна в режиме тестирования через приглашение по телеграм-каналу Название у нашего ответа в западном G5 соответствующее GigaChat Он сможет отвечать на вопросы, поддерживать диалог, писать код, создавать тексты и картинки на основе описания Нейросеть также планирует использовать в других сервисах Сбера, например в ассистенте Салют В GigaChat уже встроена модель Кандинский 2.0, чтобы создавать изображение по запросу пользователей Это тоже недавнее изобретение компании, схожее по функционалу стусумевшим Мэй Жорни Ну и стоит напомнить, что это уже второй анонс от компании в сфере нейронных сетей за апрель 23-го года Продолжая недавно заданную моду рассказывать об играх потрясающей пикселярт-стилистики Сегодня мы расскажем о потрясающем, потенциально великом наследнике Террарии, Рим Уорлд, ну и конечно же Старбаунд Итак, вокруг культовой Террарии сложилась очень преданная фан-база Причем преданная фан-база, это складывалось долгие-долгие годы На протяжении выхода всех дополнений, всех расширений Всех в какой раз уже последних обновлений для этой культовой игры Все уже знают, как призвать Плантеру, как победить Голема Как остановить Лунного Лорда Где можно найти какую интересную шмотку Какие костюмы являются отсылкой к каким играм И где-то на протяжении этого пути вышла игра Рим Уорлд Которая являлась совершенно иным ответвлением Она не была как таковой выживалкой в мире Напоминающим какое-то пространство для платформинга Это скорее был космический симулятор С очень специфическим чувством юмора И генерацией истории, которую можно встретить в каких-нибудь Крузайдер Кингс Эдакий симулятор контурных карт, минимум контурных карт В какой-то момент также в группу к этим играм Заглянула и Starbound Ее называли плагиатом террарии Она могла показаться чем-то очень отдаленно похожим Только больше с четко выраженным сюжетом С космическими кораблями и стилистикой не в фэнтези С абстрактной техникой, а именно что? Космосом Эдакий гибрид Звездных войн и Стартрека Совсем недавно появилась игра, которая вышла в бету В ранний доступ и 31 мая она выйдет в релиз Это Farward Pioneers И игра полностью соответствует своему названию Исследовать далекие миры вам предстоит не в одиночку Кооператив будет включать в себя потенциально 32 человека И надо отдать должное Мы с монтажером попробовали поиграть вдвоем Это конечно не 32, всего двое Но тем не менее это довольно весело Хотя и весьма непривычно Говоря в первую очередь в визуальном стиле Хочется отметить, что пиксель-арт сочный Пикселей много, всякие изображения, животные, люди, шмотки Все это выглядит очень детально, очень подробно, очень эффектно То есть с точки зрения художественного оформления все круто С точки зрения анимации, наверное, не очень Когда персонаж бегает, ощущение, что это какой-то глючующий соник Или полтергейст, потому что пиксели очень медленно сменяют друг друга Эффект прозрачности, который напоминает скорее дымку призрака Также можно увидеть у многих противников А там в качестве противников можно встретить людей Вооруженных, очень опасных, животных Змей, птиц И они очень сильно отличаются по детализации Кто-то в лучшую, кто-то в худшую сторону По геймплею игра напоминает база строительства Исследования Стоит отметить очень сильную схожесть с Террарией Первое, что пришло в голову, с вами появляется на планете гид Просто если в оригинальной игре он давал вам какие-то советы Я имею в виду в Террарией, когда вы кликаете по нему То в этой конкретной игре гид может выполнять даже какие-то примитивные указания Может даже вам помочь, если завязалась мокруха С точки зрения визуального стиля есть некоторое отторжение Поскольку в какой-то момент после успеха Террарии появился анонс продолжения Но оно как-то застопорилось и все еще в каком-то подвешенном состоянии А стиль оригинальной Террарии не претерпел изменений И вот в сиквеле, который должен был выйти, была очень специфическая графика Будто уже привычные пиксельные малополигональные модельки Как-то попытались вытянуть, придав им реалистичности и большей скорости с людьми Как-то ее детализировать, из-за этого смотрелось крайне диковато Здесь такого эффекта почти нет То есть люди смотрятся естественно Там ноги не слишком длинные, прыгают не слишком нереалистично Нет ощущения, что выбивается из происходящего Но, но, когда ты смотришь на, допустим, анимацию раскопок Когда ты пытаешься погрузиться под землю Когда ты пытаешься путешествовать Это очень сильно бросается в глаза Потому что, допустим, в Террарии ровный кубический блок Допустим, квадратик, если вы выкопали землю Квадратик, если вы добыли глину Квадратик, если вы добыли камень, булыжник, песок То здесь это все-таки больше какие-то не очень ровные модели Короче, это визуальные шероховатости Которые могут вызвать у вас дискомфорт Если вы очень много играли в Террарию Я в Террарию играл много, я ее обожаю Поэтому параллели очевидны Касательно активностей гораздо больше Чем в той же Террарии Это самый лучший, наверное, пример для сравнения Поскольку сейчас игра позиционирует себя Как потенциальный убийца 2D Платформеров с возможностью выживания И, возможно, убийца будет даже неплохим Потому что играть в него приятно Существует очень много огнестрельного оружия Первое отличие, если в Террарии ты появляешься с деревянными мечами С деревянными какими-то предметами То здесь сразу пистолеты Какие-то супер-ботинки, гранаты Ты можешь позволить себе любой каприз Любой каприз пока можно позволить себе бесплатно Пока есть демо-версия Но совсем скоро, в конце мая, игра выйдет в релиз И при нынешнем ее качестве Визуальном, геймплейном, хорошем соединении И, возможно, действительно уместить 32 человека на огромном сервере Очень хочется верить, что если это и не убийца Террарии То потенциально очень хороший преемник Я бы даже сказал легендарный наследник не менее легендарной игры Пока она бесплатная, попробуйте А когда будет платная, может быть и заплатить не грех На этом наша рубрика, посвященная видеоиграм Как-то постепенно подходит к своему концу И мы переходим к не менее культовой игре Пока не наследнице, а скорее в таком могучем оригинале К мафии Может показаться, что сегодня в нашей студии игра совершенно небольшая по значению По размерам коробки она точно может войти в топ-3 самых мелких за историю нашей программы Но никогда не судите настольную игру по размеру коробки Самое главное, что у нее внутри Сегодня у нас в студии культовая, нуарная мафия Вся семья в сборе Ну, надо сказать сперва несколько слов качеств лирического отступления Игру мафию я люблю очень давно Если это компания большая, в которую вы решили прийти с заветной коробочкой То игра заходит просто на ура Но по-настоящему страсть к ней вспыхнула где-то во времена школы Когда с друзьями, с одноклассниками играли в мафию ВКонтакте Мафия непобедима Там была система экстр Ты можешь, ну, куда же без этого Донатить, покупать всякие прикольные штуки Там играть Из револьвера расстреливать всех игроков Ловить людей на минах Ну, в общем, что угодно Но коммуникативный фон отходил на задний план Просто получали удовольствие Причем в те далекие времена Люди еще действительно в чате общались Пытались как-то убедить Кто гражданин, кто мафиози Были всякие проверки Вот Недавно я решил вернуться в эту игру по стопам ностальгии Вернулся не один Вернулся опять-таки с товарищем монтажером И Надо сказать, все поменялось Экстра стало больше Веселье больше Но вместе с этим коммуникация как-то пропала Поэтому Ведомый ностальгическими чувствами и желанием Вспомнить те времена, когда мафия была игрой про подвешенный язык и блеф Эдакий покер с ролями Мы И решили рассказать сегодня о ней Главная прелесть мафии от Хуби Геймс Ну, во-первых, бессмертная концепция в очень красивой обертке Потому что выбрана очень удачная стилистика Напоминающая рисунки Напоминающая весьма стилизованное под какой-то Старый комикс или даже необычный мультфильм Персонажи, причем очень четко на картах показаны и их роли Это яркая иллюстрация Это ассигнатура, кому они принадлежат И это описание Есть также список карт без описаний Они полностью продублированы картинками И служат больше для красоты По ролям Стоит отметить, что настольная игра хранит в себе достоинства Мобильные версии, хотя они, казалось бы, никак не связаны То есть самые мафии непобедимы, а ролей здесь много Потому что привычно, когда начинал играть Была мафия, был комиссар, был доктор, были граждане Доктор, скорее всего, убирался за ненадобностью Оставлялся комиссар, ну, оставлялся гражданин В количестве нескольких штук и оставлялась мафия Здесь на любой вкус Здесь есть якудза Здесь есть мафия Здесь есть маньяк, который сам за себя и против всех Здесь есть вор Причем, что любопытно, в мобильной версии вор хороший И он лишает хода мафию, когда приходит к ним Или любого другого злонастроенного персонажа Здесь есть потрошитель Ну, это фактически как маньяк, только круче Здесь есть аферист Здесь есть адвокат, причем, если аферист действует в одиночку То адвокат прикрывает своих мафиозных подельников Есть стукач Есть, разумеется, крестный отец С такой классной квадратной челюстью То есть человек, который главный в этом городе Который подлинная акула Темной стороны этого нуарного городишки И надо отдать должное Играть за преступников здесь весело И оформлено они круто Ассоциировать себя с такими персами И разнообразие ролей вкатывает По поводу тех, кто им противостоит На фоне обычных рядовых обывателей Детектива Доктора Здесь есть и шериф Который может стрелять И стрелять в том числе и по своим Что особая прелесть Здесь есть, разумеется, роковая красотка Здесь есть поклонница Ну, надо отметить, что когда мы говорим о мирных жителях Некоторые роли у них дублируются Но хуже это их нисколько не делает Здесь есть судья и священник Я, когда был юн, очень часто путал Из-за того, что мы играли с картами без текста Я очень часто путал их по внешности По глупости И было очень интересно, когда два священника начинали играть ночью Это было действительно весело Лицо ведущего надо было видеть Вот Здесь есть тюремщик Здесь есть телохранитель Ну и отдельная прелесть Лунатик Он может играть и за тех, и за тех Потому что ночью он как Может прикидываться мафиози А если его мафиози грохнули То они могут разгуляться и грохнуть кого-нибудь еще Поэтому иметь такого в команде врагу не пожелаешь Вот Хотя играть в нее крайне весело О содержании игры тут больше ничего не скажешь Могу показать только коробку Но коробка войдет в топ-1 самых убитых коробок от настольных игр за историю программы Потому что носили ее много Запихивали карты часто Вот Она вся клеена и переклеена Ассоциация с знаменитой шуткой Что если вы не можете починить что-то скотчем Вы взяли мало скотча Нет скотча там в самый раз Вот О самой динамике Тоже о мафии можно говорить долго О мафии можно говорить по делу Можно растекаться в каких-то лирических отступлениях и комментариях Хочется сказать вот что Прекрасно Просто на душе становится Когда ты понимаешь, что вот эта концепция, она бессмертна Вот это вот прекрасное чувство Дурить кому-то башку Когда ты мафиози, но притворяешься мирным Когда ты мирный, но максимально голосуешь против всех Абсолютно хаотично, чтобы все вокруг ломали голову из-за чего-то Когда ты мафиози, но на голосование указываешь на другого мафиози Или еще лучше выбираешь его кохнуть Тогда надо видеть лицо ведущего и лицо того, с кем ты играешь Особенно если он начинает подыгрывать и тоже указывать на себя Вот это вообще весело Вот Разумеет всякие модификаторы Объявлять, кто умер ночью, не объявлять Все это делает игру у каждого абсолютно уникальной Я надеюсь, что ваша любовь к мафии точно так и расстанется Там из детства, из взрослости Она никуда не денется Ну и у вас будет своя уникальная, ни на что не похожая, сутифицированная, мафиозная игра День заходит Наступает ночь Просыпается Мафия На этом у нас на сегодня все Но не переживай, через неделю мы обязательно вернемся с новой пачкой новостей Какой-нибудь очень актуальной, злободневной гиковской тематикой Ну и разумеется, новой интересной настолкой До скорых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok